МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфликт там мирным путем решить невозможно. Почему периодически возникает перестрелка и гибнут люди. Край весь горист, горы. Равнин мало. Людей много. И все разные национальности и вероисповедания. Азербайджанцы это персидское племя. Иранцы им ближе по этническому принципу. Но когда турки с востока шли из Средней Азии, они их отуречили. То есть несколько веков заставили их принять турецкий язык. Поэтому они стали близки к туркам. Хотя это не чисто турецкий язык. Это скорее как белорусский-русский. Но они хорошо друг друга понимают. Армяне оказались маленькой частью христианского мира. Там, в океане мусульманских народов. Турки, персы и все остальные. Это наша Брестская крепость христианского мира. И поэтому сразу был конфликт по религиозному принципу. Вопрос завис, но обострился с участием Турции. Турция, ввиду прихода Эрдогана, стала на националистическую идеологию. Поэтому Эрдоган решил взять за основу национализм и главенство над суннитами, всеми суннитами Ближнего Востока. И полез в Сирию, в Ливию. И хочет восстановить хотя бы частично Османскую империю. Что-то отхватить у Сирии, северную Сирию. Что-то взять у Армении, может быть, Азербайджан. Там дальше Туркмения и так далее, и так далее. То есть это на века проблема. Пока Россия не станет мощнейшей страной. Всех поставит на место. Даст свободу курдам. И будет создано большое курдское государство. Это часть Турции. Почти 20 миллионов. Поможет Армении вернуть западную Армению. Это тоже потеря Турции территорий. И чтобы никто не воевал. И чтобы под контролем была вся территория. В Москве появился новый вид наказания для автомобилистов. Проезд через сплошные линии разметки на парковках теперь влечет наложение штрафа. Нарушения фиксируются в автоматическом режиме. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе госавтоинспекции Михаилу Черникову и руководителю столичного департамента транспорта Максиму Лексутову с предложением пересмотреть эту практику и штрафы отменить. Мы в ЛДПР много лет занимаемся защитой прав наших автомобилистов. Выявляем пробелы в законодательстве, проблемы, когда вопросы на уровне нормативно-правового регулирования имеют некорректное, на наш взгляд, регулирование. Когда существуют правовые пробелы. Когда существуют перекосы, которые порождают социальную напряженность. На днях стало известно о проведении эксперимента, в соответствии с которым водители будут привлекать к административной ответственности и в автоматическом режиме выставлять штраф в том случае, если находясь на парковочном пространстве, водитель будет пересекать линии разметки. Мы понимаем, что это абсолютно надуманный и не вписывающийся ни в какие рамки здравого смысла штраф. Водитель для того, чтобы выехать из парковочного пространства, если тем более впереди нет транспортного средства, ему так удобнее и так безопаснее встроиться в движущийся поток. Мы посмотрели правила дорожного движения, в частности посмотрели приложение номер 2, где речь идет о горизонтальной разметке. И действительно, горизонтальная разметка разделяет транспортные потоки противоположных направлений, обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах, обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен, обозначает границы стояночных мест, транспортных средств. Таким образом, получается, что эта разметка обозначает границы. И в том случае, если водитель нарушает эти границы, то в этом случае он нарушает правила дорожного движения, и его могут привлечь к ответственности по статье 12.16.1 за нарушение горизонтальной разметки, номер разметки 1.1. Это абсолютно нелогично, это надуманно. На наш взгляд, это очередная чья-то прихоть зарабатывать деньги. Мы попросили департамент транспорта и его руководителя Максима Лексутова разобраться в этой ситуации и не допустить дальнейшего распространения комплексов фото-видео фиксации. Мы и так видим, какое количество комплексов работает в автоматическом режиме и понимаем, что те, кто рассматривает работу этих комплексов как коммерческую составляющую, придумывают все новые и новые алгоритмы, намеренно выискивают ловушки. Вместо того, чтобы ловушки ликвидировать, наоборот, устанавливают эти камеры. В парламенте, это увы, досрочно прекратили свои полномочия два депутата от ЛДПР. В рамках плана выротаться оба парламентариям передадут свои мандаты однопартийцам. Сложившие полномочия депутаты продолжат партийную работу в качестве общественных и политических деятелей. Сегодня в Верховном Хурале состоялась очередная сессия депутатов. Эта сессия войдет в историю политической жизни республики, потому что сегодня два депутата от партии ЛДПР досрочно сложили свои полномочия, чтобы провести плановую ротацию. Повторюсь, такого еще в жизни республики не было. Сегодня утром руководитель фракции ЛДПР в Туви Андриан Оржак выступил с заявлением, что он и его коллега Виктор Попов слагают свои полномочия. Событие, неожиданное для всего депутатского корпуса республики, на самом деле запланированное мероприятие. Ротация была намечена партией еще до вступления Андриана Оржака и Виктора Попова в должность депутатов Верховного Хурала Республики Тува третьего созыва. Уважаемые избиратели нашей республики, сегодня я сложил полномочия депутата Верховного Хурала парламента нашей республики. То же самое сделал мой коллега Виктор Владимирович Попов. Ротация – это передача мандатов в рамках одной фракции от одного депутата другому через определенный срок. Что касается преемников, то кандидатуры будут определены руководством партии. Хотя процедура уже ясна. В прошлом году Андриан Оржак и Виктор Попов прошли по партийному списку, который они возглавляли. Сейчас мандаты перейдут следующим кандидатам в депутаты по партийному списку. Вместо нас будут работать другие наши товарищи. Обязательно фракция исполнит все наказы, которые поступили от избирателей нашей республики. Что касается лично меня, я перехожу на общественную работу. Я буду заниматься политической работой. Федеральным руководством партии ЛДПР согласованы нюансы плановой ротации. От новых депутатов фракции ЛДПР в Верховном Хурале партия ждет такой же сплоченной и эффективной работы, как и выполняли их предшественники. В пятилетний период могут несколько человек пройти через вот эту ротацию. Поэтому надеемся, что вновь зашедшие депутаты укрепят доверие к партии. Президент Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию в Амурской области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях из-за паводков и оценить ущерб, нанесенный населению. Также глава государства потребовал восстановить поврежденную инфраструктуру. В Рио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев совершил осмотр подтопленных территорий. Мы облетели на вертолете совместно с сотрудниками МЧС и правительства Хабаровского края основные населенные пункты, подверженные наводнению. Это Пивань, это Болонь, это Ачан, это Амурск, ну и, разумеется, Комсомольск-на-Амуре. Осмотрели все временные и постоянные защитные сооружения, примерно оценили ущерб, который нанесен имуществу граждан и предприятиям. С уверенностью можно сказать, что город защищен, Комсомольск-на-Амуре. Все населенные пункты защищены, вся инфраструктура и критическая защищена. Единственное, это ущерб, конечно, жилищам, огородам, сельхозпроизводителям, который будет оценен, и потом будут возмещены все потери уже по результатам. На сегодняшний день вода продолжает пребывать, динамика ее снижается, прибытие 7 метров 5 сантиметров сейчас уровень в Комсомольске-на-Амуре. Угрозы жизни людей нет, здоровья людей нет, все под контролем. Правительство Хабаровского края полностью контролирует обстановку на территории. Я, с своей стороны, выражаю благодарность всем нашим спасателям, всем экстренным службам и, в первую очередь, нашим волонтерам. Вот они со мной здесь. Основная нагрузка легла на их плечи. По подготовке мешков, по подготовке защитных сооружений. И за это ребятам огромное спасибо. Во Владимире открылся благотворительный медицинский центр, оснащенный по последнему слову техникой. Его врачи специализируются на диагностике онкологических заболеваний у женщин. Благодаря современному оборудованию в месяц здесь планируют принимать более тысячи пациенток. Этот маммограф – самый дорогой аппарат в медицинском центре. С его помощью можно сделать высокоточные снимки и обнаружить раковую опухоль на начальной стадии. А это значит, что пациентки получат реальный шанс победить болезнь. Владимирский клиникодиагностический центр стал 18-м по счету в стране. Этот проект – благотворительного социально-культурного фонда Светланы Медведевой. Ее поздравления врачам центра зачитал генеральный директор благотворительной организации Дмитрий Соловьев. Также он передал медцентру традиционный подарок – икону Божьей Матери Всецарица. Медицинский центр открыли на средства спонсоров благотворительного фонда. Каждый год меценаты жертвуют деньги на создание будущих диагностических учреждений. Найти помещение во Владимире фонду социально-культурных инициатив помогла областная администрация. Мы подобрали вот это прекрасное помещение, выполнили ремонт. Причем это здание находится очень удобным и комфортным для пациентов вместе. Рядом находится железнодорожный, автовокзал. Поэтому все сделано для того, чтобы пациенты получали максимальный комфорт и максимальное внимание. Финансовые средства в размере 8 миллионов рублей были предоставлены нашими спонсорами. Они пошли на закупку техники, дополнительного медицинского оборудования. Диагностический центр начал работать 3 месяца назад. За это время медики обследовали 1200 жительниц региона. В результате 7 женщин отправили на подтверждение онкологического диагноза и одну жительницу области уже прооперировали. К этому часу у меня все новости. Напоминаю, наш канал вы также можете смотреть в режиме онлайн в Ютубе. Всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...